Кто идёт Котлёка, прошлое вернём Котлёка, мы назад придём Котлёка, там нас ждёт успех Котлёка, мы сильнее всех Фильм Джеймса Финсона Полная нелепица Ого, это просто здорово Я думал, будут хорошие спецэффекты, но, увы, страшно не было Ты шутишь? А что ж ты тогда зубами клацал? Для звукового эффекта? Дорогие ученики, прошу вашего внимания Я бы хотел, чтобы мы все тепло поприветствовали режиссёра фильма, который вы только что посмотрели и который мы все сочли очень интересным А теперь встречайте Джеймс Финсон, почтивший нас сегодня своим присутствием, чтобы рассказать о своей работе в кинематографе Всё верно, а ещё я приехал сюда, чтобы найти натуру для своего нового фильма Вообще-то я слышал, что здесь есть одна старая фабрика, которая давно не работает, и вот она-то меня очень заинтересовала Фабрика? О нет, только не наша Класс! Спасибо, сэр! Если Финсон узнает о нашем суперкомпьютере, то у нас проблемы А это значит, что мы не должны позволить ему там снимать Понятное дело, но как? Ммм, тут не о чем волноваться У меня есть идея Как ты каждый раз можешь говорить, что тут не о чем волноваться? Я волнуюсь, я и правда волнуюсь Ой, я так рада познакомиться с вами, мистер Финсон Я так люблю ваши фильмы, я ваша большая поклонница О, правда? Ну, с твоим вкусом не поспоришь, я тоже люблю свои фильмы Как тебя зовут? А, напишите просто Си-Си, восходящий звезде, которую я дам главную роль в своем следующем фильме Я думаю, я напишу Си-Си, имеющий большую наглость И большой талант Ну, мне очень жаль Си-Си, но кастинг закончен, все роли уже распределены Что ж, может в следующий раз повезет Здравствуйте, помните, вы говорили о фабрике? Мне интересно, вы уже там побывали? Нет, но собираюсь сегодня пойти на разведку Понимаете, я знаю это место вдоль и поперек И думаю, лучшего провожатого вам не найти Похоже, что все в этой школе очень самоуверенные Фантастика, тут даже лучше, чем я думал Да, но это только так кажется Проблема в том, что все здесь разваливается Надеюсь, что потолок не упадет вам на голову Отлично, люблю опасные съемки Это то, чего я всегда ищу Актеру лучше работается в стрессе Мистер Финсон, вы бы следили за своим оборудованием Здесь так много крыс Крысы? Какая удача У меня есть парочка сцен с участием крыс Какой вывод? Никогда не доверять Ульриху, когда он говорит, что у него есть идея Да, он хотел отпугнуть его А тот даже в большем восторге Вы правы, это отличное место Жаль только здесь так много урана Его хранили здесь много-много лет Может быть, однажды он перестанет быть радиоактивным А ты не знаешь, куда везет этот грузовой лифт? А, это развалено? Он не работает уже много лет Во всяком случае, говорят, что когда он работал, он... Что это был за звук? Какой звук? А, да так, ничего Есть одно старое поверье, что на этой фабрике водятся привидения Ну, я ни слова из этого не верю, хотя... Это место становится все лучше и лучше, чем я предполагал А ты, кажется, знаешь все закутки на этой фабрике Есть идея? А... Хочешь поработать ассистентом по технической части на моем фильме? Скажи, да, скажи, да Вы серьезно? Конечно, серьезно Да! Ну, вы оказали мне большой честь, сэр Единственная проблема в том, что директор ни за что не позволит мне прогуливать уроки Давай я с ним поговорю Си-си, твой папа никогда не позволит Ульриху пропустить не часа занятий О, это мы еще поглядим Ничто не помешает мне стать суперкинозвездой Ай! Надо же, он сказал нет, неслыханно Я даже пообещал ему ставить его имя в титры А, мистер Финсон, можно вас на одну минуточку? Не может быть, Си-си получила роль в фильме Финсона Да, в обмен на то, что ее папаша разрешит мне прогулять в школу Ульрих и Си-си вместе работают над фильмом Это может стать началом большого романа Да, верно Она не оставляет меня ни на одну секунду Твоя главная задача быть на фабрике и принимать меры, чтобы никто не обнаружил лабораторию Да ладно? Это будет не хуже, чем все остальное Тебе точно не очень тяжело? Когда я думаю о том, что вот-вот стану звездой, и тебе, Ульрих, милый, так повезло, что ты станешь свидетелем этого события О, я тебе завидую, правда Привет, мистер Финсон нас ждет У вас, случайно, нет с собой мобильных? Мобильных? Конечно, есть Как вы могли подумать, что нет? Конфискуются приказ мистера Финсона Ого! Во время съемок общаться с внешним миром без специального приказа Финсона запрещено Это для того, чтобы не было утечек информации по поводу сценария или газетных сплетен Вот почему все спят здесь, а на входе стоит охрана Мы снимаем это с высокой точки, так? Помимо всего прочего, это очень весело Да, но что если нам нужно будет связаться с нашими родителями? Например, если вдруг возникнет какая-то проблема Когда снимаешься у Джеймса Финсона, проблем не бывает Оторвись от внешнего мира, это просто невероятно романтично Это почти как быть одному на необитаемом острове Фантастика, жду не дождусь Что ж, для всех вас настало время познакомиться с главным персонажем моего фильма Приготовьтесь к большому сюрпризу Не стесняйтесь Скажите мне, что вы думаете, это мой лучший монстр, да? И в довершение, я изобрел для него способ разбрызгивать противные липкие струйки клейкой жидкости Вы будете потрясены, вот увидите Странно, но это наводит меня на мысли о пришельце из того фильма Не могу вспомнить название Моё создание уникальное, юноша, и мой фильм не будет похож ни на один фильм Мистер Финсон, я очень волнуюсь насчёт моего текста Если вы не против, я бы хотела начать работать над ролью Видите ли, мы профессионалы, люди серьёзные Ну, конечно Одну секунду, вот твой текст Держи Спасибо Это твоя роль, ты будешь первой жертвой пришельца 20 секунд на экране Да, но это 20 секунд славы Ха-ха, славы, славы, девочка Мы сможем отснять это в два счёта Проблема в следующей сцене Эй, что ты делаешь в лаборатории? Что-то случилось? Они забрали у меня мобильный Финсон просто параноик Мне будет нелегко оставаться с тобой на связи Так, так А что это за странное местечко? Эй, Ульрих Пожалуйста, скажи, что это не голос Си-Си Я только что слышал Си-Си, слушай Я не могу тебе ничего объяснить Но тебе нельзя никому рассказывать об этом Или... Или что? Придёт монстр и слопает меня в один присес Да, Ульрих? Джереми, у нас большие проблемы Ульрих, что там происходит? Что это за шум? Иди за мной быстрее Сюда Ульрих, что там происходит? Ответь мне Ульрих, что там происходит? Наверх Давай, лезь, я за тобой Пошли, здесь оставаться нельзя Сюда, пошли Зена что-то замышляет Одна из башен активирована Я запускаю сканер для локализации башни Я Бужу Ода Звоню Юме И мы уже идём Что за придурок там? О, это вы, босс Простите Неплохо, да? Я только что придумал это для фильма Ладно, лежебоки, пошли Нам надо снимать кино Идём к пришельцу Босс Идите и посмотрите У нас тут небольшая проблемка Небольшая проблемка, да? Вы называете это проблемкой? Идите и найдите его, вам ясно? Не мог же он взять и уйти сам Найдите его Мистер Финсон, двое ребят-подростков исчезли Монстр-пришелец Финсона Он стал живым Как механизм из пластика и резины мог взять и ожить? Мир и дед Мир и демок Мир только Мир и демок Что делать? Мир и демок Мир и демок Мир и демок Мир и демок om Я попытаюсь найти Улириха и Сиси. Будем на связи, хорошо? Ладно. Айлита, Оц пора переместиться к тебе. Как там дела? Очень плохо. Ты был прав, Джереми. Зена снова что-то затевает. Активированная башня находится в полярной области. Ты действительно полагаешь, что именно дети стащили пришельца? Если это так, то я им совсем не завидую. Ну все, Джереми, я вошел. Айлита уже в полярной области. Сканер обнаружил там активированную башню. Я запускаю трансфер. Трансфер Оц. Сканер. Виртуализация. Милое местечко. Немного тепла здесь не помешало бы. Плато, где башня, в том направлении. Пошли. Если побежим, то согреемся. Я не понимаю, почему он оставил нас от них в то время, как он мог запросто... Уверен, он использует нас как приманку, чтобы привлечь остальных. Когда ты говоришь остальных, Ульрих, ты имеешь в виду вашу компанию? Почему? Ульрих, си-си. Привет, Юми. Что бы ты ни делал, даже пальцем не шевели. Да ты что, шутишь? Ой, Юми, вот уж никогда не думала, что однажды скажу тебе это. Но на этот раз я очень рада тебя видеть. Поцелуйтесь и помиритесь позже. Мы должны идти, иначе Джереми добьется своего. И побыстрее. О, та элита, осторожно. Зена послал своих монстров, они сзади вас. Их целая стая, вооруженная лазерами. 20 жизненных очков за попадание. Небольшая схватка как раз меня согреет. А вот и приемная комиссия. Лазерная стрела. Осторожно. Нам надо бежать. Юми, Юми, ты меня слышишь? Где же ты? Ну же, ответь мне, Юми, пожалуйста. Немедленно отвечайте, что вы сделали с моим пришельцем. Лежим! Босс, вы нашли... Не дайте им уйти, пошевеливайтесь! Стой! Стой! Я тебя создал! Ты должен мне подчиняться, слышишь? Джереми, это Юми. Да, я их нашла. Но Зена подчинил себе монстра, который скоро будет здесь. Вот, Юми и Фуллерих в большой беде. Времени очень мало. Ого, какой крутой спуск! У нас нет выбора. Я-ху! Потрясающе! Вот это прокатились! Я думаю, что могу остепениться и жить здесь. А, кстати, Джереми, а что в конце тоннеля? Ну, я... Ясно, я все понял. Полетели! Во всяком случае, теперь уже башня очень близко. Спасибо за информацию, Джереми. Думаете, он отстал? Сомневаюсь. Раз в жизни у меня был шанс показать свой талант, а этот механический монстр сошел с ума. Более того, он решил мне домогаться. Я не понимаю, что я такого сделала этому отстойному куску пластика, чтобы заслужить это. Эй, Уллерих, как думаешь, ее можно заставить посидеть тихо хотя бы секунду? Тссс! Ну, Айлита, та башня все еще подает знаки? Да, но я вижу двойные знаки. Джереми, сразу две башни! Как это может быть? Я вижу только одну на карте. Зена сделал это, чтобы запутать нас. Что ж, нам надо выбрать одну и желательно побыстрее. Привет, Джереми. Ну, у тебя есть новости для нас? Юми, что происходит? Ответь мне, Юми! Юми! Ю... От! Я знаю, ты хочешь меня поторопить. Ну, к твоему сведению, мы вообще-то тут тоже не в игрушки играем. Айлита, тебе надо выбрать башню немедленно. Я не смогу больше их задерживать. Ладно. Лазерная стрела! Я-ху! Получай! О, нет, стрелы кончились. Я пошла. Я пошла. Я пошла. А-а-а! Я пошла. А-а-а! А-а! А-а-а! А-а! А-а-а! Девушки отдыхают 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 Девушки отдыхают